Здравствуйте! Я чемпион мира по парикмахерскому искусству. Как долго я шел к тому, чтобы мог сказать эти слова? Сколько препятствий мне приготовила жизнь перед тем, как отблагодарить меня этим званием? Сколько еще она приготовила нам интересного впереди? Меня зовут Юрий Жданов. Я родился 31 мая 1983 года. Я вырос в полноценной семье любящих родителей в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Мой папа работал автомехаником, а мама занималась воспитанием меня и брата. Именно благодаря моей маме, а именно ее диалогам со мной о выборе будущей профессии, я встал на путь парикмахера. Сегодня, спустя 23 года работы в индустрии красоты, я поднимаю голову вверх и смотрю на звездное небо. А губы шепчут. Спасибо, мама. Я счастлив, что нахожусь сегодня именно в этой профессии. И спасибо моему папе. Ведь благодаря его титаническому, на мой взгляд, труду в гараже, под грязными ржавыми машинами, несмотря на непогоду, он зарабатывал своим сыновьям дорогу в жизнь. Оплатив обучение в Волгоградском технологическом колледже и купив первый комплект парикмахерского инструмента, родители дали мне шанс овладеть этой профессией. Так я встал на самую первую ступень в моем небоскребе под названием «Хэнкрафт». Итак, я все-таки решил поведать вам путь мастера. Благодаря этой книге я хочу передать вам свой опыт и свою эмоцию. Каким все-таки непростым, но очень интересным является мой путь. Быть может, я смогу вселить в кого-то надежду или веру в себя. А может, помочь советом или личным примером, показав, что и у меня не все получалось с первого раза. До последней страницы вы будете жить в творчестве, радоваться, ошибаться, падать и взлетать на пик карьеры вместе с ее персонажами. Будет здорово, если кто-то сделает вывод и изменит свое отношение к сложившимся обстоятельствам, а может и к своей жизни в целом. Вся история основана на реальных событиях. Даты я выставлял примерно так, как в дневнике, который я вел, не везде их указывал. Имена некоторых героев вымышлены, хотя некоторых из них вы можете знать в лицо. История рождения этой книги началась в момент глубокой депрессии. После ухода моей мамы многое внутри меня оборвалось. Ценности поменялись. Мир перевернулся. Все, что было важно, стало ненужным. И наоборот. То, что не ценил, стало бесценным. 8 февраля 2015 года. Сейчас мне 32. С момента ухода моей мамы прошло больше года. Но время не лечит. У меня появились несколько важных жизненных правил. Первое. Нет черных полос и нерешаемых задач. Самое важное это здоровье. Наши и наших близких. Остальное все рано или поздно разрешится. Второе. Все, что происходит, все к лучшему. Даже если мы думаем, что лучше было бы по-другому. Можно себя успокоить. Машины времени пока нет. И то, что случилось, уже случилось. Смирись и продолжай свой путь. Третье. Ценить то, что имеешь. Даже если хочется больше. Желание развиваться, стремиться к лучшему – это нормально. И даже отлично. Но нужно помнить, достичь совершенства невозможно. Можно погрязнуть в чем-то, фанатично пытаясь стать сильнее, лучше, богаче. И просто забыть о том, что мы живем. Уйдя в рутину. Четвертое. Действие порождает результат. Бездействие – стагнацию с последующей деградацией. Пятое. Баланс. Сейчас для меня это главное слово. В питании, в спорте, в распределении времени между работой и семьей. Баланс, гармония, равновесие, инь-янь. Все это баланс. Это важное слово для моей жизни. Шестое. Система во всем. Системное и структурное мышление помогает реализовывать идеи. Система дает результат. Это факт, показанный временем. Седьмое. Команда. Создание профессиональной команды стало целью моей профессиональной жизни. И начало создания команды находится у моих истоков. Я решил применить свой профессиональный путь на практику и создать идеальный и быстрый карьерный рост молодому мастеру. Максимально убрав все шишки и ямы, которые он может встретить на своем пути. К этим правилам я пришел относительно недавно. До настоящего времени я жил как чувствовал. Чересчур эмоционировал на те вещи, которые вообще не стоили моего внимания и нервов. Но это и называется на жизненный опыт и путь. Из этой книги вы узнаете, как жизнь сделала меня востребованным парикмахером. Как я увеличил поток клиентов. Как расставил ценовую политику в мужском зале. И как пришел в течение 5-6 лет к обслуживанию клиента в сегменте премиум класса. Как пришел к тому, чтобы работать меньше, а зарабатывать больше. Как я пережил все взлеты и жесткие падения. И главное о том, как жизнь научила меня ценить то, что нам кажется вечным. Время. От автора. Перед тем, как вы начнете слушать мой рассказ, я хочу, чтобы вы в первую очередь обняли ваших близких и сказали им, что любите их. Скажите огромное спасибо вашим родителям. Даже если вам кажется, что не за что. Если вы так думаете, поверьте, вы ошибаетесь. Придет время, и вы поймете это. Мама. Спасибо тебе за мудрость и подход ко мне. К моему воспитанию. Это было непросто, скажу я вам. Я был очень непростым ребенком. Именно благодаря маме моя жизнь менялась и меняется только в лучшую сторону. Она всегда приходит на помощь, как будто знает, что сейчас я упаду, и мне нужна ее помощь. Я люблю тебя, мам. Папа, спасибо за мудрые советы, финансовую поддержку и личный пример. Папа как стальной стержень, несгибаемый, спокойный, уравновешенный и в меру строгий. Помню, как мама ругается на нас мелких балбесов, а мы ржем и не слушаемся. Папа молчит. А мы продолжаем беситься, и тут спокойным голосом папа говорит. Хватит доводить мать. И этого нам было достаточно, чтобы понять всю серьезность ситуации. Папа научил меня отличать Рожковый ключ от накидного. Может быть, сам того не понимая, донес до меня, что все, что нас окружает, сделано руками человека. И мы можем все. Он показывал это личным примером, делая мебель на кухню без единого гвоздика. Вырезая и выжигая картины на деревянных панно. Выстукивая и выпрямляя изогнутые крылья на машине. Создавая красивые фигуры лебедей из обычной автомобильной покрышки. Готовя великолепные завтраки. Рисую шикарные картины карандашом. И играя душевные песни на гитаре. И перечислять можно очень много и долго. Если коротко, он для меня пример настоящего мужчины. Папа, я люблю тебя. Спасибо моей бабушке, которая собирала вырезки со мной из журналов и газет. Которая мечтала и жила мыслью, чтобы ее внуки добились высот. Она сколько могла, с пенсии собирала деньги. И когда мы приезжали, тайком клала их к нам в карман. Люблю тебя, ба. Спасибо старшему брату. Всегда поддерживал меня. Спасибо, брат, за твою поддержку. Я счастлив, что ты у меня есть. Люблю тебя, братишка. Ну и конечно же, спасибо моей второй семье. Родителям моей Ришки. За поддержку во всех моих начинаниях. Я всегда чувствую вашу поддержку и опору.